В Skoda Kodiaq установлены датчики слепых зон, которые помогают вам видеть автомобили, которых не видно в зеркале. В заднем бампере установлены датчики, которые наблюдают за автомобилями. Если автомобиль появляется в слепой зоне, то на зеркалах у нас сразу же подсвечивается слепая зона. Это значит, что автомобиль попал в нее. В зеркале вы машину можете не увидеть, но если горит лампочка подсветки в зеркале, значит машина там есть. Как раз это помогает нам удержаться от каких-то ненужных маневров. Бывает на дорогах автоподставы, вот как раз эта система помогает уйти от них. Вот в данный момент автомобиль находится в зоне, где его почти что не видно в зеркале, но в зеркале он подсвечивается. Таким образом Skoda заботится о вашей безопасности. И еще одной интересной особенностью этого автомобиля есть адаптивный круиз-контроль, который помогает нам вообще в принципе идти в пробках и в повседневной жизни. Вы можете выставить на Макси-Доте расстояние до автомобиля. Вот мы сейчас его активируем, включаем. Можем выставить вот допустим 70 километров и у нас тут расстояние. Когда мы подъезжаем к автомобилю близко, я ноги снимаю с педалей, автомобиль сам притормаживает вплоть до полной остановки. Вот мы сейчас едем за грузовиком, он себе тормозит. Вот грузовик уезжает, он препятствия не видит и подъезжает к нему. Таким образом он намного облегчает езду, особенно в условиях пробок. Ну, также это может использоваться по трассе. Он следит за машиной впереди едущей и притормаживает машину вплоть до полной ее остановки, если это необходимо. Точно так же, когда машина впереди едущая ускоряется, он по заданной вами скорости ускоряется. В Skoda Kodiaq доступно очень много функций, которые можно дозаказать. Какие-то идут стандартно, какие-то идут опционально. Но, в принципе, можно собрать и сформировать под себя автомобиль, такой, как хотели бы конкретно быть. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки и приезжайте к нам в автоцентр Прага Авто на Кольцевой. Субтитры подогнал «Симон»!